Перераспределение полномочий с местного на региональный уровень. Эффективность решения, принятого руководством региона три года назад, обсудили с главами муниципальных образований на Высшем совете при губернаторе округа. Напомню, реформа, продиктованная падением доходов бюджета, была направлена на наращивание эффективности использования средств. Как показало обсуждение, вопросы остаются как у глав муниципалитетов, так и руководителей исполнительных органов власти субъекта. 95-й окружной закон о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти Ненецкого округа был принят в сентябре 2014 года. С принятием документа с 1 января 2015 года с муниципального на окружной уровень передали значительное число полномочий в сфере ЖКХ, транспорта, дорожной деятельности, строительства, земельных отношений, образования, культуры и спорта. Принятие 95-го закона было продиктовано не только беспрецедентным падением уровня доходов, но и неэффективностью существующей тогда системы управления регионом. Внося законопроект, руководство округа преследовало одну главную цель – ускорить все процессы, связанные с развитием округа. «Мы видим в этом некоторые как плюсы, так и минусы. Безусловно, к плюсам можно отнести то, что такое перераспределение полномочий позволило нефицировать секондайство в сфере тех функций, которые были перераспределены. Были где-то устранены некоторые излишне административные органы, которые были до перераспределения полномочий. К каким-то из минусов можно отнести, наверное, то, что мы немножко потеряли координацию. У главных сельских поселений где-то, наверное, уменьшилось возможности по координации деятельности тех структур, которые расположены на территориях, потому что они стали подвязаны органом власти. Но, тем не менее, некоторые органы местоправления района, поселений, округа заключили соглашение взаимодействия. Другой вопрос, как они качественно исполняются, это тоже дело у нас еще в совершенствовании нашей работы. Совершенствовать совместную работу – об этом говорят и главы поселений. С передачей полномочий уменьшилась не только возможность влияния на те или иные процессы, протекающие в муниципалитете. Взаимодействие на уровне поселения за полярный район было намного продуктивнее, чем взаимодействие поселения округ, отмечают главы. Мы могли обратиться за помощью с любым вопросом, с текущим. И хотелось бы, чтобы с учетом этого опыта работал департамент региональной политики. Он работал бы не просто как руководитель, а как старший товарищ, который реально может помочь. Понимали, что если мы обращаемся с каким-нибудь вопросом, то обязательно данный вопрос будет решен. Отдел был как вот иголочка с ниточкой. То есть они нас связывали между руководителями, учреждениями, теми или иными специалистами. Повощь, конечно, была очень хорошая. Если мы вернемся к этой практике, которая была системно налажена, я думаю, все будет только от этого очень хорошо. Спасибо. С передачей полномочий главы поселений надеялись и на то, что теперь не будет проблем с финансированием. Будь то выделение средств на текущий ремонт или обновление материально-технической базы учреждений. Ожидания не оправдались. Если говорить вкратце, то таким, по словам руководителей территорий, оказался трехлетний итог управленческого эксперимента под названием перераспределение полномочий. 85% того, что вы сказали, никак не связано с перераспределением полномочий. Вы говорили о проблемах, которые существуют, которые можно решить, но ни одна из этих проблем не решится перераспределением полномочий. По выделению дополнительных средств – да. По выделению дополнительного внимания к тому или иному вопросу – да. Я хочу еще раз попросить, вот над этим вопросом, Павел Захарович, вам, наверное, в первую очередь, да, и ваш адрес тоже прозвучало здесь замечание, с которым я, кстати, совершенно согласен. Вот ваша основная задача вашего департамента – держать руку на пульсе того, что делается в каждом из муниципальных образований. Вот если хотите, я при всех вам даю поручение, чтобы минимум два раза в неделю с каждым из глав вы разговаривали по телефону и узнавали, что происходит, и какие проблемы, и что надо делать. В свою очередь, спикер собраний депутатов Анатолий Мяндень выдвинул еще одно предложение, которое касается дальнейшего обсуждения 95-го окружного закона. На площадке собраний депутатов создать рабочую группу с участием представителей администрации округа, глав, района, города, с тем, чтобы обсудить каждое полномочие, которое передано на уровень субъекта. Александр Цибульский призвал всех участников будущей рабочей группы максимально аргументированно подойти к обсуждению каждого полномочия, прежде чем перейти к решению об изменении окружного законодательства. Валентина Чибичек, Ирина Цепитова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.